Сейчас должно быть слышно. Все хорошо. Начну сначала. Меня зовут Ирина Кушнир, я менеджер уровня 15%. Пришла в компанию 2 января 2013 года. Сначала я устроилась администратором группы ВКонтакте к Наталье в одну из ее групп, клуб любителей рукоделия. Пришла, потому что нужно было заработать немножко денег. У меня муж устроился на железную дорогу, и мы решили залезть в ипотеку и купить квартиру. И пока я сижу в отпуске по уходу за ребенком, пособие у меня небольшое, всего 5 тысяч, хотелось еще немного денег. Поэтому устроилась на работу к Наталье. Получалось у меня примерно получать 3 тысячи в месяц. Потом мне Наталья предложила зарегистрироваться в компании Reflame и уже работать именно в Reflame. Я уже была знакома с системой работы, потому что была зарегистрирована во время обучения в институте. Это было в 2005 или 2006 году. Но я даже года не отработала, ушла, зарегистрировала свою подругу и уже покупала у нее. Ну вот теперь я полгода отработала в компании, и за полгода вышла на 15%. Первый каталог я была на 6%, второй на 12% и в шестом каталоге я вышла на 15%. Мы с Натальей поначалу работали очень интересно. Я жила в Двенском Березнике, у родственников мы гостили. Я делала обзвоны, а Наталья в офисе, в Котласе проводила встречи для меня. Я присутствовала по скайпу на этих встречах, училась, запоминала. Мне Наталья делала снимки анкет, я по ним снова делала обзвоны, и вот так вот мы работали. Как раз мы попали на акцию «Счастливы вместе», и регистраций было довольно-таки много. Я получила… Да, мне тоже понравилось, потому что я получила очень много подарков. У меня было 2 кофеварки, 2 бутербродницы, соковыжималка для цитрусовых и DVD-плеер. Мне одного человека не хватило, понадеялась, что женщина закроет шаг, и она не успела его закрыть, ушла из компании, и мне не хватило одного человека до получения микроволновой печи. Вот. А сейчас… Кто-то тут пишет на английском. Не знаю, что спросили даже. Сейчас мы работаем… Я уже прихожу в офис сама, провожу встречи, и у меня работают девочки. Они делают обзвоны, я провожу для них встречи, для себя, проводим регистрации. Работа очень интересная. Сейчас у меня один активный мой компаньон Ольга. У меня была вторая девушка, Евгения, но она пока отошла от работы, у нее своя личная жизнь бурная началась, и поэтому мы пока работаем вдвоем с Ольгой. Но я вторую свою веточку не бросаю, я помогаю уже под Женей и Свете, и вот так вот мы работаем. Значит, что еще вам рассказать интересного? Я сижу в отпуске по уходу за ребенком, у меня дочки год и три. Выступать получается когда-как, потому что мы как раз в это время должны спать, но сегодня она у меня убежала, спать не хочет, оставила маму как раз спокойно поприсутствовать на вебинаре. И вот со следующей недели мы с Натальей планируем, она меня будет обучать, проводить онлайн встречи третьего уровня. вот, наверное, у меня все. Я вам рассказала, мне помогают, я в офис хожу не часто и немного, у нас получается 2-3 дня в неделю по 2 часа, и поэтому вот так вот, в принципе, когда у меня муж работает, он командировочный у меня, тогда у меня не получается ходить на встречи, я хожу только раз в неделю, прошу посидеть дедушку с внучкой. А когда муж у меня приезжает, вот сейчас он дома, у меня получается ходить 2-3 раза в неделю, по 2 часа, и, в принципе, этого достаточно, потому что Наталья мне помогает и не бросает меня, проводит встречи для меня даже на уровне 15%, хотя она сказала, что если на 12% выходишь, то все, я встречи для тебя не провожу. Ну, сейчас, раз у меня такая ситуация, она сжалилась надо мной и помогает. Мне как может. Еще будут какие-нибудь ко мне вопросы? Да, спонсор – это вообще царь и бог, потому что если спонсор далеко, то очень сложно продвигаться по бизнесе, по бизнесе, и мне кажется, что когда спонсор близко, особенно в одном городе, и непосредственно общение вживую, не через интернет, это дает гораздо больше результатов, чем интернет общения и виртуальные спонсоры. Откуда я взяла первые телефоны для прозвонов? Первые телефоны мне оставила Наталья. Мы работаем сейчас по акции «Подари подарок другу», приходит человек, оставляет своих знакомых контакты нам, и мы по ним делаем звоны. Вот так вот у меня первые телефоны появились, а потом от одного человека по 20 контактов у меня хватило на всех моих новичков, которые хотели обзвоны делать, и сейчас нету недостатка в телефонах. В каталог регистрации по-разному. В этом каталоге у нас пока три регистрации, а в первой каталоге у меня было до 20 и больше регистраций. Знакомых на встречи приглашаем. Я пригласила Евгению, свою знакомую, первую. Вот она у меня сейчас вышла на 12%. Я ее сразу же пригласила не просто поучаствовать в встрече, а сразу же пригласила начать работать, потому что она тоже мама с маленьким ребенком, она нигде не работала, и я подумала, что для нее это будет хороший старт. Но вот пока она решила повременить с этим. Прозваниваем на телефоны со своего сотового. Каждый звонит по спискам со своего сотового. Дальше. Поскольку телефонов берете, и за сколько телефонов что дарите. У нас есть бланк. Если заполняют 5 телефонов, получают в подарок мыло, 10 телефонов крем мечты, и 20 телефонов весь список подарок на выбор. Там в корзине лежат и гели для душа, и пасты, и лаки для ногтей, и блески для губ, туши, карандаши. В общем, все, что есть. Все, что в офисе лежит, лишнее. И не жалко, что подарить. По распродажам, по акциям, когда приходят подарки, все туда идет. По 20 рекомендаций удается брать легко, потому что люди хотят себе подарок подороже. Приятнее получить бесплатно гель для душа стоимостью 69 рублей по каталогу, чем мыло стоимостью 29 рублей. Поэтому пишут. Некоторые на пяти останавливаются, говорят, все, у меня больше друзей нет. Бывают и такие. На дисконт приглашаем. Мы проводим акцию, и потом, после проведения акции, я рассказываю вкратце основную информацию, в том числе и про оформление дисконтной карты. По телефону мы не оговариваем заранее, что будет информация какую-то давать. Мы говорим, что акция длится полчаса, и в принципе приходят, но люди адекватно реагируют на подарки и на то, что мы делаем рекламу себе, а не просто так им дарим подарки. Когда обзваниваем, говорим, кто дал телефонный номер, некоторые обижаются, некоторые не обижаются, некоторые удивляются. Да, ой, я так давно не видела этого человека, как приятно от него получить подарок. Тем людям, которые приходят про бизнес, в принципе, мы не говорим, мы предлагаем покупать для себя, а уже при первой встрече, при получении заказа, если человеку это нужно, мы расскажем подробнее, а так рассказываем про стартовую программу и про возможность заработка, а там уже каждый для себя сам выбирает, нужно ему это или нет. каждый четверг мы сейчас, вот на этой неделе будет уже третий раз, с начала восьмого каталога, мы делаем презентацию по папке фолдер, также приглашаем на акцию подарить подарок другу, и потом, после этого, уже по папке фолдер, рассказываем всем сидящим о компании Reflame, и там уже рассказываем о возможности заработка. Статистика, в принципе, всегда разная. У меня раньше получалось, когда я жила в Березнике, получалось делать больше обзвонов, потому что там бабушка сидела с ребенком, я делала по 20-30 обзвонов, и приходило процентов 70, и половина, когда половина, когда никто вообще не регистрировался, а когда бывало, и все пришедшие регистрировались, поэтому тут точно сказать сложно по статистике. А клиенты, ну, в принципе, люди, у меня даже есть такая клиентка, которая сделала заказ на тысячу, я ей говорю, давай, оформим дисконтную карту, будешь брать для себя, она молчит, со мной общаться не хочет по интернету, я говорю, ну ладно, заказ придет тогда-то, тогда-то, она говорит, все хорошо, спасибо, и все. Бывает, что просто даже для себя брать со скидкой неинтересный человек, он лучше возьмет из каталога, и, как говорят, не буду заморачиваться. Я начинаю звонить обычно с часов с 10, и я провожу встречи сама с 5 до 7 примерно, это самое удобное время, когда люди уйдут с работы, поэтому где-то с 10 до 3 я вполне могу делать обзвоны. Сейчас в день у меня получается 15-20 обзвонов по спискам, но, опять же, из этих 20, наверное, половина возьмет трубку, половина так и не ответит, ну и приходят у меня, в принципе, по 5-6 человек. Акцию мы проводим не ежедневно, когда кому как удобно. Например, я вот проводила в понедельник, Наталья проводила сегодня встречи, в четверг мы проводим, я хочу сделать это уже традицией, такое, в четверг проводить регулярно по папке фолдер. А так, если у меня есть люди, которым я звоню, они говорят, ой, мне неудобно, я могу их в пятницу при получении заказа пригласить на 12.30 и провести встречу. То есть, когда я провожу встречи сама индивидуально, я сама под себя и подстраиваюсь. Если у меня есть люди, я могу прийти на полчасика, провести несколько встреч и уйти домой. По папке фолдер у нас пришло в прошлый раз 9 человек. Но мы только вот начинаем, плюс еще лето, многие отказываются, потому что на дачу уезжают. А так, я думаю, если вот была бы осень, было бы гораздо больше народу. Ну и плюс у меня девочки не делают обзвоны. Когда больше народу работает, быстрее и качественнее получается. А когда большое количество людей приходит, они уже начинают по инерции регистрироваться, особенно если кто-то поднимает руки, кто-то желает регистрироваться. Структура встречи мы проводим, рассказываем об условиях акции, даем 10 минут на заполнение анкеты, потом вручаем подарки и рассказываем по папке фолдер информацию и потом предлагаем оформить дисконтную карту или стать клиентом любимым. Да, все практически думают, что если они регистрируются, то надо где-то бегать, искать клиентов, показывать каталоги. Люди так этого сильно боятся. У меня вот в пятницу приходила девочка. Так, нет, не в пятницу, в понедельник, вчера. Она сказала, мы с мамой покупаем у девчонки, там какой-то через третьих лиц на работу приносит, маме каталог. Но я, наверное, дисконтную карту не буду брать. Я говорю, так почему, если вы сами берете раз в два каталога, вы также можете брать себе, ну, зато получать бонусные баллы и копить, обменивать на подарки. Уговорила ее, отдала каталог. Она сказала, ну, я подумаю, подумаю. В результате сегодня мы провели регистрацию, у нее заказ был на 51 балл. Все сначала боятся, что у них ничего не получится. У нас также была с девочкой с одной, она говорит, ой, я буду только себе брать, ну, ладно, покажу, может, что получится, ну, не знаю, нет стартовую программу, не пройти, а сейчас по 150 баллов спокойно делает в свое удовольствие. Приглашаем на сегодня, на завтра, если есть, а так можно вечером делать обзвоны и приглашать уже после работы, но вот у меня, как правило, лучше проходит с утра на этот же день. Ну, или приглашаю, если человек не может в этот же день, приглашаю на следующий, но провожу уже индивидуальную встречу сама. Текст на обзвоны. Я звоню и говорю, здравствуйте, меня зовут Ирина, я менеджер компании «Арифлейм». Вы знаете такого-то человека? У нас в офисе на Лунычарского 10 проходит акция «Подари подарок другу» и для вас составлен подарок. Вы сможете его забрать сегодня во столько-то и во столько-то? Примерно такой. Но все зависит от ситуации. Я никогда не, знаете, не прочитываю тупо текст из листочка, я всегда стараюсь подстроиться под разговор с человеком. Иногда говорю сразу же о подарке, когда люди говорят «Ой, Арифлейм, не-не-не-не, все-все-все». Я говорю, для вас подарок оставлен. Да, подарок, ну давайте, расскажите. Так что мне кажется, тут надо из ситуации выходить и уже смотреть. Вот, у меня малышка пришла с печенюшкой. Так, я представляюсь по имени и представляюсь менеджером компании «Орифлейм». Что говорю, я уже сказала. Мы сразу же предупреждаем, что акция длится полчаса, но если человек пропустил это мимо ушей и приходит в офис за подарком, мы говорим, что у нас акция и только поучаствовав акции вы можете получить подарок. Если там человек говорит «Нет, нет, нет, я все не могу» и в другой день «Я тоже не могу», мы можем дать ему пробник и отпустить. Любимый клиент – это клиент, которому один консультант присваивается, тот, который делал обзвоны и который пригласил этого человека, и он дарит ему подарки. Ну, по крайней мере, я вот работаю со своими клиентами, я дарю каждому подарок. И обязуется приносить каталоги вовремя и всегда, рассказывать о распродажах, о возможностях получения призов, бонусов, об акциях, офисах и так далее. До скольки можно обзванивать на встрече? Если по времени, то я могу обзванивать до 4, потом я собираюсь и уезжаю в офис. Но в основном я делаю до 3, потому что у меня примерно ребенок с часу до 3 спит, и я спокойно могу на кухне делать обзвоны. Да, бывает, что бросают трубку, когда слышат слово «рефлейм», многие пугаются сильно-сильно. Но, знаете, я таких людей не заставляю и не перезваниваю. Если человек, как огня, боится рефлейма, так он все равно не придет, даже если скажет, что придет. Поэтому от таких людей толку нету. Нам нужны и те люди, которые будут работать, которые будут делать заказы, а не пустые номера и фамилии консультантов, которые не сделали ни одного заказа и потом терминируются. Да, в принципе, бывают такие, что говорят, что только не говорите, что это от меня, но мы все равно говорим, от кого подарок, потому что не может же быть так, что у нас без... Просто так вот мы взяли откуда-то телефон этого человека и подарили ему подарок. Тогда он будет сомневаться, стоит ли туда вообще идти. Ну, у нас тоже говорят, ой, меня столько раз уже на подарки, на эти приглашали. Я уже столько раз ходила, я уже знаю, что вы от меня хотите, и поэтому я никуда не пойду и не звоните мне больше. У нас тоже такое бывает, но не часто. Все? Ко мне больше вопросов не будет? Вам спасибо большое. Суп в подарок. Да, дочка супер.